Идут годы, меняются люди, капризничает и погода. Неизменным остается только один ритуал. На метеорологической станции Сенгелея через каждые три часа, утром, днем и ночью, в любую погоду замеряют температуру воздуха, атмосферное давление, уровень радиации, количество осадков и направление ветра. В этом году старейшей метеостанции региона исполняется 125 лет. У истоков основания станции стоял священник Боголюбов, который во дворе своего дома организовал метеоплощадку. Поначалу она была всего лишь метеопостом, на котором работал один прибор – дождемер. Со временем были приобретены термометр и флюгер для измерения скорости ветра. В 1927 году метеостанции переносятся на городскую площадь Сенгелея. В это время расширяется состав рабочих. Появляются заведующие станции и наблюдатели погоды. Также расширяется программа метеонаблюдений. Кроме температуры осадков и ветра приобретается барометр и психрометрическая будка, позволяющая фиксировать более точные температуры и атмосферную влажность. В 1955 году в связи с переносом Сенгелея из зоны затопления Куйбышевским водохранилищем станцию перенесли на западную окраину города, где она располагается до настоящего времени. За годы своего существования на станции фиксировали аномальную засуху в начале 20 века, повлекшую за собой голод по Волжье. Выстояла станция и в самые суровые зимы военных лет, где фиксировалась температура воздуха до минус 50 градусов. Эта станция не превращала работу даже в военное время. В 1942 году образуется гидропост, который ведет наблюдение за уровнем воды в реке Волги, что было очень важно для судоходства в то время военное. В 1953 году организуется агрометренаблюдение за состоянием посевов, влажностью почвы, что тоже очень важно для сельского хозяйства. На станции сегодня практикуют два способа замеров погоды. Первый – традиционный. Это получение информации от термометров, барометров, шкалы осадков и других. Второй способ – автоматический. Я нахожусь около психрометрической будки, в которой располагаются термометры, которые показывают текущую температуру воздуха. Также здесь находятся гигрометры, которые сообщают влажность воздуха. Как рассказывает метеоролог станции Светлана Поручикова, автоматический способ получения метеоинформации существенно облегчает работу за наблюдением погоды. Но и так называемый старый способ необходим для параллельного контроля, так как могут возникнуть перебои с электроэнергией. А погоду, я напомню, синоптики ждут через каждые три часа, во что бы то ни было. Это ВОКС, в котором находятся датчики, которые фиксируют температуру воздуха и передают её к нам на станцию, уже непосредственно на компьютер и обрабатывается эта информация. На метеоплощадке площадью в один гектар установлены также приборы, позволяющие рассказывать о характере облаков. Эти приборы называются ИВА. Они служат для измерения высоты нижней границы облаков. С того прибора, который находится с левой стороны, импульс посылается в облако, отражается, возвращается в приёмник. И таким образом в помещении у нас находится прибор, по которому мы смотрим высоту облака. Уже на станции вся информация, полученная с приборов, вбивается в компьютер и передаётся дежурному синоптику для составления прогноза погоды. Работа отлажена. Начальник Сенгелеевской метеостанции Ольга Киселёва в профессии уже 30 лет. По образованию учитель физики она через 8 лет педагогической деятельности оказалась на станции. Начинала с тех, техникой метеоролога и уже через год возглавила станцию. За годы работы есть что рассказать о капризах природы. И ливень застала, когда осадков выпало больше 50 миллиметров за 12 часов. И... Промерзание почвы. Самое глубокое, большое промерзание почвы было. Это было где-то так... В 93-м году оно достигло метра 20 почти что. Это самое максимальное было промерзание. В этом году промерзла почва только на 95 сантиметров. Но и то мы считаем, что это очень много. Сегодня Ольга Николаевна уже не представляет своей жизни без метеостанции. Для неё самой и ещё четверых наблюдателей погоды станция стала вторым домом. У меня коллектив стабильный. Все начали работать со мной, все проработали больше 20 лет. Уже некоторые пенсионеры ушли. Вот. И приходится сейчас вот набирать новые уже молодёжь. Но молодёжь идёт неохотно. Проблематика подготовки новых кадров в метеоорологии в нашей стране стоит достаточно остро. В стране есть единственный профильный вуз в Санкт-Петербурге. В других городах только факультеты при госуниверситетах. Вряд ли после получения высшего образования молодые люди захотят работать на метеостанции в глубинке с довольно низкой заработной платой. Ну, как привлекать, как привлекать. Наверное, рассказывать о буднях нашей профессии, как это весело и интересно. Может быть, кто-нибудь и придёт к нам. А вообще кто-то со смежной специальностью может переучиться, допустим, прямо непосредственно на станции? Да, конечно, конечно. Очень близкие профессии эколога, например, в частности. Там какие-то химические, наверное, факультеты, биологические, географические факультеты, потому что всё естественной науке связано с природой. Метеорология не стоит на месте. К примеру, след, который оставляет после себя самолёт на небе, уже предлагают прививать классификацию облаков. Здесь только человек, его жизненный разум и опыт смогут определить верный прогноз. Сегодня Ульяновский гидромедцентр и структура в целом – это не только организация, которая информирует население прогнозом погоды. Взаимодействие метеослужбы с авиацией, крупномасштабным строительством, особенно моста строем, МЧС, агропромышленным комплексом и образованием является необходимым. В любое время года не стоит забывать, что у природы нет плохой погоды, каждая погода – благодать. Антон Никонов, Владимир Куликов. Специально для Улправда ТВ из Сенгелея Ульяновской области.